Орех Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Орех Ух ты! Что это? Не знаю, и не камень, и не мячик Какая-то странная штука Спорим, я ее достану Ха-ха-ха, слабак, да я А ну-ка, давай вместе Поднажмем Не догонишь Опа Давай еще немножечко Давай Пупсень, Пупсень, а что это вы делаете? Вот, пытаемся выкатить эту штуку из ямки Похоже на орех Съедобный? Не знаю Давайте выкатим и рассмотрим его Поможете? Ага Раз, два, толкаем Давай, давай Ну же Ай Кажется он крепко застрял Выкатывайся Ого, ну ты даешь Давайте все вместе с разбегу Раз, два, три Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ан Стой, Орех! Орешек! Ловите его! Стой! Держи! Орешек! Ну вот, мы такой хороший Орех нашли! А теперь из-за вас он утонет! Привет! А во что вы играете? Кажется, мы играем в игру «Спаси Орех»! Точно! Давайте так! Мы с Луной будем толкать его из воды к берегу, а ты, Мила, нам поможешь! Ура! Здорово! А нам что делать? Да! А вы за нас болеете! Ага! Начали! Кажется, получается! Эй! Эй! Хоп! Взяли дружно! Раз-два! Подожмите! Молодцы! Ох! Получилось! Ура! Получилось! Интересно, а какой он внутри? Снаружи, как деревяшка на вкус! Ха-ха-ха! Тьфу! 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 Вот где мой орех! Ой! А я-то думал, куда он укатился! А мы не знали, что это ваше! Ничего страшного! Это грецкий орех! Я как раз вез его вам, из дальней рощи! Он очень вкусный! А-а-а! Вкусный? Очень! Прогрызем в нем дырку тогда! А-а-а-а! Хе-хе-хе-хе! Подождите! Его надо сначала расколоть! Можно сделать это с помощью подручных средств! А-а-а! Можно кинуть на него большой камень! Или сильно стукнуть по нему палкой! Кидать камень мы не будем! А сделаем с его помощью рычаг! Помогайте! Коллоска! Ореляшка! Сдавай! А copy! Ура! Получилось! Получилось! Вы молодцы! Угощайтесь Вкусно как! Спасибо, Корней Корнеевич Спасибо! Сегодня мы узнали, что если действовать сообща То можно справиться с любой задачей Привет, я Лунтик Я снова с вами Сила обаяния Скоро уже наша очередь Простите, ребята, но мы только начали Так всю жизнь прождать можно Идём Привет, Пупсень Привет, Вупсень О, а сорвите и мне земляничку Ну, пожалуйста Конечно, Луна Держи Луна, у тебя есть суперсила Правда? Какая? У тебя есть обаяние Это когда ты всем нравишься И все тебе всё дают Вот попробуй Пссс Спасибо, Пупсень Луна, раз у тебя есть обаяние Давай с его помощью раздобудем что-нибудь прикольное Иди попроси у них ракетки и валанчик Давай проверим, на что ещё способны её обаяние Субтитры создавал DimaTorzok Лунтик, можно мне твою скакалку? Мы же уже дали тебе наш мячик и ракетки Нехорошо всё время что-то выпрашивать, Луна Но ведь для этого и нужно обаяние Чтобы забирать чужие вещи Нет, Луна Оно не для этого Обаяние нужно для того, чтобы с тобой было приятно общаться Да? Лунтик, Кузя Простите меня Я сейчас принесу ваши ракетки Можно я отдам ракетки Лунтику с Кузей? Ну, пожалуйста Прости, Луна Но мы сто лет ждали своей очереди И хотим поиграть А как же моё обаяние? Наверное, ты его потеряла Точно? Ребята, я хотела принести вам ракетки Но гусеницы мне их не отдали Потому что я обаяние потеряла Луна, обаяние нельзя потерять Это ведь не вещь Значит, гусеницы меня разыграли Давайте их проучим Здесь нет Луна, ты что ищешь? Одну очень особенную вещь Она гораздо ценнее ракеток Вот как? Мы поможем тебе её искать Может, за камень завалилась? Эй, ты нас обманула Да, ты нас обманула Вы первые меня обманули Я не теряла своего обаяния Вупсень, Пупсень Друзья так не поступают Простите Мы просто в бадминтон хотели поиграть А потом увлеклись Да, увлеклись Давайте устроим турнир по бадминтону Тогда все смогут поиграть Сегодня мы узнали Что обаяние Нужно, чтобы всем было приятно Общаться друг с другом А не для того, чтобы обманывать друзей Как это делали гусеницы Привет, я Лунтик Я снова с вами Природоведение Здравствуйте, дети Сегодня мы будем изучать природоведение Съедобное и несъедобное в лесу Слушайте внимательно Это земляника Она красная, сочная и сладкая Ее можно есть Ты слышал? Нашу землянику предлагают съесть Что? Безобразие Эти букашки такие прожорливые А это одуванчики Они желтые А когда созреют, белые и пушистые Внимание Одуванчики горькие Поняли? Поняли, букаша Мурашевна Ну зачем она это им рассказывает? Вот именно Пусть карапузы горькое лопают А это дерево яблоня А на ней яблочки Круглые, наливные И очень вкусные Вот ненасытные-то Это же наш любимый десерт Ай Ай-ай Ой Здрасте, извините А это гусеницы Вовсе не пупсень Они зеленые Когда-нибудь у них появятся крылья И они станут бабочками А пока летать они не могут Не могут, не могут Зачем козявкам-то об этом докладывать? Дети, закрепим полученные знания на практике Строимся парами Посмотрите, дети Что там впереди? Это же земляника! Земляника, 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 можно есть, ура! Ура! Фу! 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 Фу, невкусно! Странно Может, еще не созрела? Да нет Вроде спелая Букаша Мурашевна, а где одуванчики? Вон там, за кустами Дети, повторим Какого цвета одуванчики? Синие! Как синие? Как синие? Не может быть! Букаша Мурашевна, а вы нам таких яблочек не показывали! Огурец? Не подходи! Опасно! Здрасте, Букаша Мурашевна! Привет, малыши! А мы тут решили полетать немного Полетели дальше, вупсень! Так, видите? Урок окончен Я отпускаю вас домой Ура! Я отстала от жизни Мои знания устарели Я больше не могу учить детей Добрый день, Букаша Мурашевна! Одуванчики синие Гусеницы летают! А на яблоне огурцы растут! И этот день добрый? Гусеница, говорите! Спасите! Помогите! А-а-а! Мы здесь, на дереве! Что вы там делаете? Помогите слезть! Мы больше так не будем! Мы всё объясним! Землянику мы посолили, цветы покрасили! Огурцы на ниточках подвесили, а с полётом... Ну, вы сами всё видите! А теперь, будьте добры, Расскажите всё это моим ученикам! Вупсень и Пупсень Больше не срывают уроков Букаш и Мурашевны, А земляники и яблок Хватит на всех! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Арбуз Хватит на всех! Ну, теперь Капочка довольна будет! Кузя, а зачем мы идём вперёд спиной? Потому что, когда идёшь лицом вперёд, не видишь, что у тебя за спиной! А я сейчас всё вижу! Ага! А можно ещё прыгать, то вперёд лицом! Ого! Ты чего? Я вижу, что у тебя за спиной! А как ты думаешь, что это? Не знаю, какой-то огромный мяч! Чур мой! Я его первый увидел! Мой! Мой мяч! Отойди! Стой! Раз, два! О! А для чего эта штука? Может, это инопланетный корабль? Тебе одному в такой огромный мяч всё равно будет сложно играть! Давай лучше вместе! А давай! Так веселее будет! Огромная махина, перегородившая дорогу, мешает передвижению! Наша задача – убрать досадную помеху! Ха! Как здесь здорово! И всё же, что бы это могло быть? Гладкая такая! О! Раз гладкая, это будет наша горка! Ух ты! Ха-ха-ха! Давай лучше отдащим этот мяч к нам! Ой! Привет! Ещё пару кольев и хватит! Сюда кладите! Внимание! Общий сбор! Итак, за дело! Раз! Э! Вы чего тут падаете с нашего мяча? Да! Чего вы тут не видели? Смотри-ка, сколько народу около нашей горки! Два! Что значит около вашей горки? Да! Это наш мяч! Это мы нашли его! Но мы тоже её нашли! Три! А-а-а! Спасайся! Спасайтесь! Нунтик, держи нашу горку! Пупсень, гони наш мяч ко мне! Не могу! Он убегает! Он убегает! Борка! А-а-а! А-а-а! Стой! А-а-а! 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 Побежали догонять! Ура! Мяч наш! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! О, смотри-ка, Шуршуля! Арбуз раскололся! Хе! Хорошо, что мы отправили его по речке! Ну вот! Пропал наш мяч! А ничего страшного не случилось! Арбуз мы всё равно съедим! Арбуз? Баба Капа и дед Шер объяснили ребятам, что такое арбуз. С арбузом не играют, его едят. Привет, я Лунтик! Я снова с вами! Клоуны Ну и смешной же ты, Пупсень! Да ты на себя посмотри! Ого! Смотри, Пупсень! Хм! Интересно, что это они там делают? А-а-а! Ай-яй-яй! Ай-яй! Пошли! Эй, здорово, малышня! Привет! Привет! Что это вы тут делаете? Готовимся к цирковому представлению! Будете участвовать! Ага! А что нужно делать? Ну, акробатические номера у нас уже есть! Фокусы тоже! У нас нет клоунов! Клоунов? Ну уж нет! Не дождётесь! Себе что, получше выбрали? А нам клоунами! Пошли отсюда, Пупсень! Вообще-то вас никто не заставляет! У нас и без вас номеров достаточно! Видишь, как они к нам относятся! А давай им за это представление испортим! А что, хоть повеселимся! Хе-хе-хе-хе! Танец бабочек! Я так и знал, что гусеницы попытаются всю испортить! Ой, нет! Спасите, помогите! Мамочки! Ай! Ой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ай-я-я-я-я-я! Выступает Мила! Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я! Ц々 cluck! Все need'f биоптеза! А такuma! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это Herausforder Mmm! Та-а-а! Кто звалbuat Mine星? Ха-ха-ха-ха, Ха-ха-ха... Ай-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Ай-ой-ой! Ай-ау! Пупсень, держись! Эй, давай! Акробаты, Пчелёнок и Кузя! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Эй, кто-нибудь, выпустите меня! Фокусник Лунчик! Я же боюсь тебе молодцы! А? Пупсень, братишка, где ты, а? А куда вы дели Пупсеня? А-а-а! Помогите, отпустите меня! Спасите! Пупсень, держись, я сейчас! Ой! Вот это цырк! Всё, сейчас нам достанется! Это ты виноват в нашем позоре! Браво! Здорово! Что это? Кажется, им понравилось! Пупсень, пупсень! Браво! Так гусеницы проявили свой клоунский талант, хотя даже не знали о его существовании. И больше они уже никогда не стеснялись казаться смешными. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ребята, сегодня ночью дул очень сильный ветер и устроил настоящий разгром. Видите, сколько мусора повсюду валяется? Вот мы с Капочкой и подумали, хорошо бы нам всем вместе навести в лесу порядок. Здорово! Да ну, скука одна! Точно! Кому надо, пусть те и наводят порядок, а нам и так хорошо. А вот и напрасно. Всех, кто поможет навести порядок, ждёт пирог с земляникой. Ура! Пирог! Пирог с земляникой! Ну, я, пожалуй, пойду готовить. А вам удачной работы. Весёлая уборка. Что-то мне лень работать. И мне. Ты что, Пупсень, пирога не хочешь? Давай, начинай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Пупсень, ты как, жив? Ну, я тебе сейчас покажу. Вот тебе. Получай! Вот тебе. На! Вот так! Вот-вот! Ай-яй-яй-яй! Хе-хе-хе! Не знал, что уборка – это так весело! Ага! Сейчас бы ещё подкрепиться. Эх, пирожка бы. Смотри, у малышни уже почти всё убрано. Слушай, а может, они из-за нас всё уберут? Это как? А вот как. Смотри. Хе-хе-хе! Я так устал. Да, а мусор всё не кончается. Интересно, а как дела у Пупсеня и Пупсеня? Ха! Спорим, они ещё даже не начинали. Ого! Ого! Ну что, малышня, про угощение можете забыть. Пока вы закончите уборку, мы уже всё съедим. Ой! И устали же мы! Фу! Не может быть! Как же им удалось быстрее нас справиться? Так, я и знал. Смотрите, этого мешка здесь не было. Неудивительно, что они так быстро закончили. Ой, Пчелёнок, ты меня напугал. А? Ты похож на мусорное чудовище. Какой ты страшный. Кажется, у меня есть идея. Хе-хе-хе-хе! Как вам не стыдно? Я всё про вас знаю. Сейчас же идите и помогите ребятам навести порядок. А то ждёт вас страшное наказание. Вы никогда не станете бабочками. О-о-о-о! Ма-а-а! Хе-хе-хе! Мы тут на своей полянке всё убрали и... И подумали, может, вам нужна помощь? Ага, раз мы уже закончили. Было бы неплохо. Ха! Здорово! Вы можете собрать бумажки. А потом отнести этот мусор. Э, хорошо. Конечно, конечно. Конечно! Ребята! А-а-а! А-а-а-а! Что с вами? Ой, да вы всё закончили. А земляничный пирог уже готов. Прошу всех к столу. Идёмте скорее! Идёмте скорее! Как думаешь, а мусорное чудовище ещё вернётся? Не знаю. Мы вроде всё убрали. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Гимн. Лунтик, слышишь? Бежим, посмотрим, кто поёт. Куда это они? Не знаю. Мы шарку мы парим над землёй. Тише. Нам не страшна никакая преграда. Честь и отвага наша награда. Ура, ура, ура! Деда, а что ты пел? Это гимн. Торжественная песня, прославляющая пчёл. А почему только пчёл? Мы тоже хотим прославляться. Нам тоже нужен свой гимн. Точно, свой гимн. Вот, я листочек принёс. Так, о чём будем писать гимн? О нас, о гусеницах. Конечно, о нас! Почему только о гусеницах? Я не хочу такой гимн. Я тоже не хочу. И я не хочу. А я хочу! Я придумал. Давайте напишем гимн о дружбе. Здорово! Ура! О дружбе! Здорово! О дружбе! Что за ерунда? Ещё не хватало, чтобы все пели про дружбу. Нужно, чтобы все пели про нас. Мы будем сочинять про дружбу. Ну и пожалуйста. А мы свой гимн сочиним. Лучше вашего. Да, точно. Лучше вашего. Целый день ничего придумать не можешь. Сам бы и придумал, раз такой умный. Смотри. Я побегу расклеивать около пруда, а ты к муравейнику. Ага. Завтра утром на берегу пруда впервые будет исполняться наш гимн дружбе. Ну вот, у них уже гимн готов, а у нас совсем ничего. Не ной. Возьмём их слова и справим на свои. Пусть все жители леса поют про нас. Пусть все жители леса поют про нас. Дорогие слушатели, сегодня мы исполним наше сочинение. Гимн дружбе. Мы не такие глупые, чтоб в ерунду играть. В ерунду играть. Траву мы лучше будем ест, чтоб бабочками стать. Это вовсе не наш гимн. Мы этого не писали. Мы его написали. Опять будут все. Друзья совсем нам не нужны. Нам здорово вдвоём. Про нашу хитрость и обман вам песенку споём. Дорогие слушатели, гимн дружбе. Гимн дружбе. Гимн дружбе. Гимн дружбе. Лунтик, пойте свой гимн. Но гусеницы зачеркнули наши слова. Я помню их наизусть. Мы вместе играем, с улыбкой живём и новую песню о дружбе поём. Ведь дружба для нас это главное дело. Об этом рассказать мы все можем смело. На иври, в цветочках, в тропе и на лискочках, в пруду и у ручья нам весело, друзья. Вскоре этот гимн с удовольствием распевали все жители леса. Друзьями не страшно в грозу и ненастье. Мы вместе легко поддалением напасти. И дружба приносит нам силу и смелость. И мы обещаем хранить в дружбе верность. На иври, в цветочках, в тропе и на листочках, в пруду и у ручья нам весело, друзья. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Обещание. Что ж, вроде закончил постройку водопровода. Здравствуйте, дядя Корней. Здравствуй, Лунтик. Лунтик, 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 постой, Лунтик. Да, дядя Корней. Лунтик, ты мне очень нужен. В колодец упали мои инструменты. Они на дне, в воде. А без них не закончить починку этой трубы. А зачем нужна труба? Чтобы вода из колодца была у каждого дома. Помоги, пожалуйста, достать инструменты. Хорошо. Только быстренько отнесу нектар. Баба Капа очень ждёт. А после приду и помогу. Обещаешь? Я на тебя надеюсь. Да, дядя Корней. Я быстро. Обещаю. Хе-хе-хе. Здравствуй, дедуля. Хе-хе. Здравствуй, Лунтик. Странно. Воды нет. Баба Капа, Баба Капа, я принёс нектар для каши. Ой, каша. Спасибо, Лунтик. Осталось только подсластить кашу нектаром и будем обедать. Хорошо. Вкусно пахнет. Сейчас будем кушать, деда. Хе-хе. Это здорово. Здравствуйте. Здравствуй. Поешь с нами каши? Спасибо большое. Я недавно обедал, но мне очень нужен Лунтик. Я сейчас играю с Милой и Пчелёнком в мяч. Они меня обыгрывают. Будешь играть в моей команде. Хорошо. Спасибо. Было очень вкусно. Я побежал? Беги. Только к ужину возвращайся. Где же Лунтик? Ай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мне кидай. Ха-ха. Ха. Ура. Где? Ай. Чем же Лунтик занят? Почему он не идёт? Ха-ха. Ха-ха-ха. Ура. Лови, Мила. Лунтик. Лунтик. Ай. Поймал. Ха-ха. Ха-ха. Мила, давай. А то почему? Поймал Лунтик. Ой. Ай. Ай. Лунтик. Ты где? Ай. Мила, давай. Ай, ты уже близко! Лунтик, лови! Это что, дождь? Нет, это Корней Корнеевич! Я же ему обещал! Лунтик, ты куда? Корней Корнеевич! Лунтик! Корней Корнеевич, я прибежал вам помочь! Куда ж ты пропал? Срочно нужны инструменты! Что случилось, Корней Корнеевич? В колодец упали мои инструменты. Только Лунтик умеет плавать под водой и может достать их со дна. Я готов! Давай, я подержу каску. Хорошо! Вы, ребятки, подайте Лунтику траву. Хорошо, сейчас! Осторожней, Лунтик! О! Мила! Подай, пожалуйста, эту отвертку. Вот! Спасибо! Ой, вода! Фу! Спасибо, друзья, за помощь! Простите меня, дядя Корней! Я забыл про обещание! Главное, что ты вспомнил о нём и тут же прибежал и помог мне! Спасибо тебе, Лунтик! А мы ещё в мячик не доиграли! Да, точно! До свидания, дядя Корней! Хорошо, что Лунтик хоть и с опозданием, но вспомнил о своём обещании. Иначе водопровод так и не удалось бы починить. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ах, какая она красивая! Да! Что там у вас? Да дайте же и мне посмотри! Я показываю Лунтику, какая красивая шишка! Шишка! Ого! Я таких штук у нас не видел! И Лунтик тоже не видел! Конечно! Они ведь в лесу растут! Как бы я хотела такую шишечку! Немного вкусных орешков! А давайте пойдём в лес и принесём одну! В лес без старших летать нельзя! Жалко! Ну вы даёте! Вот я пошёл бы, да и принёс шишку! Да не одну! Говорю же, нельзя в лес ходить! Там опасно! Да, Кузя! Нечего попусту хвастать! Ничего я не хвастун! Я эту шишку запросто принесу! Да? Ну иди, принеси! А мы тут тебя подождём! Ха! Вот прямо сейчас и пойду! Лунтик, ты идёшь со мной? Я? Да! Заодно и лес тебе покажу! Хорошо! Нам туда! Мы тут не потеряемся? Если что, залезем повыше и посмотрим! Давай ты пойдёшь впереди! Тебе легче траву раздвигать! Ай! Ха! А, Кузя! Возвращаемся! Скажем, что в лес пройти невозможно! Нет, Кузя! Тогда получится, что ты просто хвастался! Давай найдём место повыше! И оттуда посмотрим, где лес! Ух ты! Вот оттуда мы разглядим лес! Кузя! Тут так хорошо всё видно! Смотри, Лунтик! Это лес! Мы совсем рядом! О, О, О! Ого! Аааа! А-ааа! О, Дикpa! Аа-а! А-ао! Аа-а-а! А-аа! Ой! Ого! А-аа! Лунтик! Мы уже в лесу! Как в лесу? А Шишечка где? Ну, её ещё поискать надо! А вот это! Это же и есть шишечка? Где? Это какая-то другая шишка У Милы в книжке она маленькая А эту даже не поднять О, Лунтик! Там наверху маленькие шишечки Как же мы их достанем? Туда целый день придется лезть Может домой вернемся? Ты что, Лунтик? Мы что-нибудь придумаем Лунтик! Прости, Лунтик! Если бы я не нахвастал, то мы бы тут не стояли Ничего, Кузя Мы ведь все-таки нашли шишки Вроде шишки больше не падают Да, давай быстро найдем самую лучшую Ой! Ой! Вот это да! Что да? Ой! Какая огромная! Да! Она катится на нас! Кузя, мы опять на что-то наткнулись Да где же наша поляна? Я устал катить эту шишку! Неужели вы ее из леса прикатили? Да! Кузя же говорил, что найдет ее Да! Кузя, извини, что тебя хвостуном назвали Да! Я не думала, что ты такой смелый Слушай, а может ты еще вот этот оленький цветочек достанешь? Чего? Он растет за нашим лугом Где? Да вы что! Знаете, как опасно в лесу? А за лугом вообще неизвестно что Туда без взрослых нельзя Я же не хвостом какой-нибудь Лучше давайте попробуем орешки из этой шишки А потом я вам расскажу о моих с Лунтиком приключениях в лесу Вот так Кузя удивил друзей огромной шишкой Ну, не без помощи Лунтика, конечно Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Забота Доброе утро! Деда? А где Баба Капа? Тише, тише! Баба Капа заболела Бабуля, заболела? Ты и завтракай, а я слетаю за липовым светом Только липовый чай поставит капочку на ноги Я тоже хочу вылечить Бабу Капу Нет-нет, жди меня дома и не шуми Капочке нужен покой А когда прилечу, вместе заварим чай Все, я полетел Надо вести себя тихо Не шуметь Лунтик, ты уже не спишь? Мы за тобой! Тише, тише Баба Капа заболела Как заболела? Ей нужна тишина Тихо Раз здесь нужна тишина, тогда пойдем с нами гулять Не могу Я жду дедулю Мы вместе будем бабулю лечить В лечении самое главное Зеленка с йодом А как же липовый чай? Зеленки и липового чая мало Градусник ставили? Не знаю Все это нужно для выздоровления Вот, Лунтик, теперь можно лечить Бабу Капу Баба Капа, я принес тебе градусник, йод и зеленку Спасибо, Лунтик Зеленка и йод не понадобятся А вот температуру я уже измерила Значит, деда зря полетел за липовым цветом Ты уже все можешь делать сама? Нет, температура у меня высокая Вот поэтому я и болею Сейчас, я принесу тебе еще одеяло Я тебе еще и свою подушку принесу Спасибо, не надо Подушка ведь не согреет Тогда я поищу чего-нибудь теплого Перестань, Кузя, не пугай меня А то подушкой в тебя кину Тише Лучше помогите найти, чем согреть Бабу Капу Чтобы согреться, надо побегать Ты что? Она же болеет Тут нужен горячий чай Вот банки с вареньем и медом А поить Бабу Капу надо с ложечки Ложечками не лечат Лечат банками Не банками, а ложками Много ли ложечками можно налечить? Сейчас покажу Открою рот и скажи «А» Какой молодец Додумался поить с ложечки Спасибо Теперь я посплю Хорошо, Баба Капа Больной, не волнуйтесь Откройте же рот Больной, дышите глубже Да я и так дышу Надо слушаться доктора А то не вылечишься Что вы шумите? Ай! Мы играли в непослушного больного Скорее во вредного доктора Баба Капа спит Кушать хочется Баба Капа тоже, наверное, голодная Кто же ей приготовит обед? Мы! Точно! Будем играть в настоящих поваров Пусто Из чего мы будем делать обед? Давайте посмотрим, что есть в кладовке Баба Капа, я принес обед Покушай Какой же у меня заботливый внучок Фу, как я устал Сейчас быстро заварим чай Эй! Что такое? Ой, деда вернулся Пойду его встречать Ой! Ой! Здравствуйте! Вы что, тут играли? Деда! Это ты так соблюдал тишину? Здравствуй, Шершуля Капочка Вот видишь, ваш шум заставил подняться бабулю Вовсе нет На ноги меня подняла забота Лунтика Да, молодец Ой, вижу, и без друзей не обошлось Спасибо и вам, ребята, что помогали Лунтику Давайте будем пить липовый чай Давайте! Вот что удивительно Больного лечит не только лекарства, но и забота Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Это моя травина Иди ищи себе другую Я первый ее схватил Хватит шуметь Мало того, что вы ничего полезного не делаете Так еще и мне мешаете работать Идите на другую поляну Мы не делаем, да мы вам еще покажем Да! Вы еще увидите, что мы можем сделать Брабажа Привет, Кузя! Что ты делаешь? Привет! Слушай, я такую книгу вчера читал Там сыщик собирал доказательства И записывал все в блокнот А потом нашел пропажу А как собирать доказательства? Они где-то растут? Ха-ха! Нет! Доказательства это... Это... Эх, жалко, что ничего не пропало Я бы тебе объяснил Здравствуйте, ребятки! Вы случайно не находили очки? Обыскал весь дом Теперь здесь ищу А может их кто-нибудь взял? Вы сегодня кого-нибудь видели? Хм... Только вупсень и пупсеня Они очень шумели Я их отругал и они ушли А потом я обнаружил, что не могу найти очки Так это они наверняка и взяли очки Чтоб вам отомстить Ну, не знаю Не уверен, что это именно они Но ведь только они тут были Кстати, вот и доказательства Обкусанная трава Доказательства это когда что-то можно доказать Вот мы и докажем, что гусеницы взяли очки Надо всех расспросить Может кто-то что-то видел? Я видел, как Корней Корнеевич прогнал гусениц И правильно сделал Они так шумели Ага Это доказывает, что была ссора Но они всегда шумят Когда гусеницы проходили мимо меня Они ругали дядю Корнея И сломали мои куличики Вот видишь Это доказывает, что они злились на дядю Корнея И решили ему отомстить Ну давай спросим самих гусениц Может они все-таки не брали очки? Ну хорошо Если они соврут Значит точно виноваты А вы случайно не находили каких-нибудь очков? Да А что вы делали после ссоры с Корней Корнеевичем? Какой ссоры? Мы ни с кем не ссорились А что? Ничего, ничего Это мы так Вот видишь Они сказали неправду Сказали, что ссоры не было Она была Значит это и правда Они взяли очки Да И мы раскрыли это преступление Как настоящие сыщики Пойдем скорее Возьмем милую пчеленка И заставим гусениц признаться Ну этого Корней Корнеевича Хорошо, что мы ушли на эту поляну Да Здесь и листики вкуснее И никто не мешает А Ну что Вупсень и Пупсень Мы все знаем Верните очки Корней Корнеевича Какие очки? Лучше отдайте то, что взяли Да ничего мы не брали Брали У нас есть доказательства Я видел, как дядя Корней вас прогнал И вы очень злились на него А еще сказали неправду Что они ссорились с ним А очки пропали как раз после этого Бежим! Держите их! Держи! Почему вы так шумите? Невозможно работать Мы знаем, кто взял ваши очки Это Вупсень и Пупсень Сейчас мы их догоним И все вернем Вупсень с Пупсенем? Неужели? Но почему вы так решили? Стойте! А я не могу так бегать Фу Я ледок дал Ой, смотрите Очки Нашлись! Ох, растяпа А я и забыл, что надел их на лоб Значит, Вупсень и Пупсень Но ведь все указывало на них И ваша ссора И обгрызанный листок И раздавленные куличики Я думаю, что этих доказательств Было недостаточно Чтобы быть уверенными в том Что это они взяли очки Вам надо извиниться перед ними Эй, Вупсень! Подождите! Мы ошибаемся! Конечно, теперь друзьям нужно Срочно извиниться перед гусеницами Ведь они вовсе не такие плохие Как иногда кажется Редактор субтитров А.Семкин